Подводя итоги курортного сезона, Федеральная служба Роспотребнадзор в городе Курортьяна по Темрюкском районе отмечает следующее. За сезон отдохнуло около 200 тысяч детей. Мы говорим о детях, которые отдохнули в оздоровительных учреждениях наших, вы помните, мы называли цифру 39 лагерей. Отдохнуло 104 тысячи деток со всех регионов Российской Федерации. Более 47 регионов было задействовано, приезжало к нам на отдых. И 81 тысяча отдохнуло вместе с родителями. То есть итоговая цифра получается 186 тысяч детей побывало в курорте Анапа на отдыхе, на оздоровлении. Каков оздоровительный эффект? Главный показатель сезона. Оздоровительный эффект в этом году составил 97,8% в оздоровительных учреждениях. В 2015 году он был несколько больше, 98,2% за счет того, что больше было все-таки в этом году. Случаев заболеваний, соматических травм различных среди детей, которые находились в лагерях. 1,9% это слабый оздоровительный эффект. И 0,3% это как раз вот те дети, которые перенесли какую-либо ли травму или заболевание в период нахождения в лагере. Что мы говорим по результатам надзора? Результаты надзора достаточно серьезные, я считаю. Мы проверили 100, значит, возбудили по результатам 112 надзорных мероприятий 273 дела административных. Это большой показатель. И только штрафов было мной вынесено около 3 миллионов, 2 миллиона 874 тысячи. А 38 дел мы направляли в суды, там, где не хватало уже наших полномочий. И судами принимались решения. В том числе один лагерь мы подавали пищеблок на закрытие. Ну, приняты были экстренные меры. И лагерь устранил нарушение быстро. В начале сезона суд принял решение о штрафе. Был серьезный штраф на один лагерь за продукцию, которую мы конфисковали. Штраф составил 300 тысяч. И 25 дел было направлено по невыполнению тех предписаний, которые удавались службе, и которые должны были быть немедленно приняты к исполнению. Вот такие результаты надзора. О сезоне говорит и количество жалоб и обращений. В этом году мы отмечаем увеличение количества жалоб на детские оздоровительные учреждения. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. В первую очередь, конечно, после карельской трагедии связано с тем, что в общественной приемной при президенте было организовано горячие линии, и каждый обратившийся на этот телефонный звонок, пославший в горячую линию, все это обращение сразу непосредственно направлялось в Генеральную прокуратуру, а уже из Генеральной прокуратуры снижалось до нашей Краевой и Анапской прокуратуры. Конечно, каждый звонок, каждое обращение по телефону отрабатывалось и проконтролировалось. Проводились проверки. В связи с этим, наверное, и увеличилось количество жалоб. Всего было зарегистрировано 80 обращений на детские оздоровительные учреждения. Пять из них не подтвердились, а 75, практически большинство, нашли свое или полностью, или частичное подтверждение. 14 детских оздоровительных учреждений из 31 имели осложнение в виде жалоб и обращений родителей. Ну, практически 47%. И по долам, если у нас 39, то это 17 долов, в которых были обращения. Какие это лагеря? Назову, так сказать, героев. Это, конечно же, у нас получилась жемчужина России, на которую зарегистрировано 46 обращений. Пять лагерей, 5300 лагерь. Но, тем не менее, 46 обращений родителей за 4 смены, которые были в этом сезоне. Практически все жалобы по жемчужине России или полностью, или частично были подтверждены. Уральские самоцветы, 3 обращения. Два из них не подтвердились, но одно было подтверждено. С ФДЦ смены 3 обращения были подтверждены частично. В Черноморец было обращение, но не подтвердилось федеральной службой. Обращения были самого различного характера, в том числе и необоснованные, когда были завышенные требования, которые предъявлялись к лагерю, как я сегодня говорила на комиссии, как к пятизвездочному отелю. Детский лагерь. Конкретно обговариваются, какие там условия. И дети стирают свои вещи, дети должны мыть свои комнаты. Родители, часто этого не понимая, спрашивали, почему детей заставляют делать, например, то, что я сказала. С ФДЦ смена, я уже сказала. С ЭКО смена 5 обращений, тоже высокий процент расположено в СУКО. Санаторий Огонек 2, Полярные Зори 3 обращения. Одно не подтвердилось. Санаторий Глобус обращения. Зори Анапы 2 подтверждены частично. Счастливое детство тоже в этом году отмечено неположительно. 4 обращения были все подтверждены частично. АК не подтвердилось обращение. Бревесник не подтвердилось. Приазовец не подтвердилось. И долэлектронный СУКО. Два обращения, которые были подтверждены. Это то, что касается жалоб. Все жалобы были рассмотрены в течение сезона. Проведены проверки Роспотребнадзором или по поручению Анапской межрайонной прокуратуры. И приняты меры реагирования. Обращение ко всем здравницам мы сегодня сделали. Доложили ситуацию. И прошу на следующий сезон тоже, чтобы здравницы предприняли все меры, чтобы снизить количество обращений. Это и информировать родителей об условиях отдыха. И непосредственно быстро рассматривать. Сегодня вот даже было предложено СМИ на МВК, чтобы высели все объявления, кому обращаться и звонить. Потому что пишут сразу непосредственно президенту, в Совет Безопасности и так далее. Но при этом минуя того, кто должен решать эти проблемы, хозяйствующий субъект и директора лагеря. Санитарный фон, то есть санэпидобстановка по объектам внешней среды в лагерях была благополучная. Мы исследовали около 1000 проб, 756 проб питьевой воды. Ни одной пробы питьевой воды, которую пили дети, нестандартные, мы не зарегистрированы. Вода бассейнов контролировалась постоянно, 212 проб, все было соответственно. Морская вода, 1200 проб, довольно большой показатель. Все лагеря ввели свой производственный контроль. Тоже все пробы соответствовали по нормативным показателям. Под особым контролем находились питания, организации питания. Мы контролировали лабораторные и микробиологические показатели, термообработка и калорийность. Здесь были недостатки, на все они указаны. У нас недостатки были в этом году повышенные, так скажем, количество проб на калорийность не соответствовало. С 248, 27 не соответствовало. Всем были сделаны замечания, все принимали меры. Остальные показатели были благоприятные. То есть, санитарный фонд был хороший. Что мы отмечаем по итогам сезона? Я бы хотела сказать так. Не нужно рассматривать детей как туристов. В этом году вышла проблема отъезда и приезда детей. Когда ребенок рассматривался как турист, и вторые организаторы отдыха, которые работают совместно с нашими здравницами, часто, может быть, юридически они не допускали нарушений. Но в человеческом плане дети много неудобств принимали, и у нас было много жалоб, когда в одномоментно производился заезд и выезд детей из лагеря. То есть, одни дети еще не уехали, после них не проведена уборка, дезинфекция, другие дети уже приехали. Вот этот момент в этом году вышел, так скажем, на первое место, и, к сожалению, он мог приводить к тому, что дезинфекционные мероприятия не проведены, микрофлора осталась от предыдущих детей, и если некачественно проведена уборка, другие дети, заехавшие, могли заразиться какими-либо заболеваниями или инфекциями, теологическими началами. Плохое обеспечение в медицинском кадре. Кадровый вопрос отмечали многие службы, в первую очередь и Роспотребнадзор. Мы говорили о том, что медики в этом году не соответствовали тому, что от них ждал. Федеральная служба ждала, что от них ждало управление здравоохранения. Персонал, который медицинский работал в лагерях, к сожалению, часто был не готов к работе в детских организованных коллективах. И недостаточно было опыта и квалификации работы. В нескольких лагерях у нас привлекались студенты и интерны, что тоже сказалось. Мы делали много нарушений, выявляли в данной части, и штрафов было достаточно много выписано. Именно за то, что медики не срабатывали, когда они должны были срабатывать при выявлении больного и его изоляции. Регистрируясь факт оставления детей больных в отрядах, что категорически недопустимо. Это было в лагерях. По вожатым. Также мы в этом году отмечаем ухудшение ситуации. Увидели мы, что вожатые отклонились от выполнения обязанностей. По соблюдению режима дня, по соблюдению личной гигиены, по воспитанию детей. К сожалению, вожатые ушли только в направлении своей деятельности, как развлечение детей, проведение с ними каких-то мероприятий. Воспитателей в лагерях каких-либо не было. Всегда эти функции выполняли вожатые. А в этом году доходило до того, что вожатые отказывались разливать из кастрюль суп в тарелки детям. Что всегда практически было обязанностью вожатых. Вожатые говорили, что это не наша обязанность. Поэтому здесь мы тоже видим, что вожатые в этом году работали, во всяком случае, по санитарным гигиеническим вопросам недостаточно и не так, как от них ожидалось. Потом о чем еще говорим? О том, что недостаток был персонала в части уборки. Клининговые компании себя не очень хорошо зарекомендовали. И тоже по качеству уборки многие лагеря получили и предписания получали, и штрафы получали именно за некачественную уборку в помещениях. И это, наверное, было связано с тем, что увеличилось количество жалоб на условия проживания, на условия питания. По калорийности я уже сказала, по питанию мы увидели, что не везде калорийность. А что такое калорийность? Это недовложение. Я сегодня говорю о проблемах, проблемных вопросах. Конечно же, в целом завершен сезон, и завершен, как вы видите, он благополучно, но Межвенственная комиссия сегодня остро ставила все вопросы уже на следующий год, чтобы за период зимы организаторы детского отдыха решили все эти проблемы и на следующий год их не допустили.